Доброе утро! Все вы, конечно же, знаете героя-водопроводчика Марио. Его подвиги были нам известны в предыдущих. Но теперь Марио предстоит еще одна сложнейшая задача. А выполнит он ее или нет, зависит от вас. Что только коварный дракон Купа не делал, чтобы захватить власть от мира. Но на этот раз он превратил всех королей из семи королевств в различных тварей и отобрал у них волшебные скипетры. Только с возвращением скипетров короли могли вернуть себе нормальную внешность. На поиски их отправляется отважный водопроводчик Марио. Но хитрый Купа назначил награду 200 купонов за голову Марио. И теперь за ним охотятся буквально все, кто попадается на пути. Улитки, слезняхи и черепахи – все это ваши враги, которых вы должны уничтожать. К счастью, Марио не безоружен. Его распоряжение много полезных функций. Например, функции лягушки, лисы, птицы, медведя и многие другие, с которыми вы ознакомитесь, когда будете играть в игру. Теперь Купа окончательно перегнул палку. Мало того, он повысил награду за голову Марио, так еще и похитил его подругу-принцессу. Врагов у вас стало еще больше. Но не бойтесь их. На них можно просто прыгнуть и придавить. Опасайтесь лучше боссов, которых, чтобы убить, надо нанести не менее трех ударов. В конце игры вам предстоит встретиться лицом к лицу с самим Купой. Но чтобы его убить, надо немного подумать. Возьмите в руки джойстик и помогите отважному водопроводчику спасти королей и принцессу. Итак, очередь дошла до кармана игровой системы Game Boy. Все вы, конечно же, знаете Аладдин на Дензи, Аладдин на Сеги и Аладдин на Супер Нинтендо. Сейчас вы узнаете его на Game Boy. Аладдин на Game Boy точная копия Аладдина на Сеги. Те же самые уровни, противники и боссы. Уоружен наш герой мечом и целым возом яблок, которые он хранит не для себя, а для врагов, кидая ими при первом же случае. Аладдину придется побывать на улицах Агробы, пустыми, не полетать на волшебном коврике и, наконец, сразиться с самим Джафаром. Игра не из легких, и лишнюю парочку жизней и предложений иметь не мешало бы. Поэтому, набрав определенное количество алмазов, сдайте их побыстрее торговцу, получив за них драгоценную жизнь. Напоследок можно сказать только одно, что владельцы Game Boy получили еще один шедевр для их игровой системы, и я уверен, что он им понравится. Не знаю, как вы, но лично я обожаю крутые гонки, и поэтому я не смог пропустить мимо своих рук в такой хит, как Rock and Roll Racing. И мне она настолько понравилась, что я решил рассказать о ней. И я уверен, вы разделите мой восторг. Rock and Roll Racing по праву может считаться самой крутой гонкой на Сеге, да к тому же еще с элементами боевика. В игре существует огромное количество трасс и планет, на которых и проходят сами гонки. Вначале вы можете выбрать любого игрока с определенными возможностями и начать гонку. После проезда трассы вы получаете определенный денежный гонорар в зависимости от занятого места. И на эти деньги оснащаете свою машину, по последнему слову техники. Также, если вы поднакопили приличный денежат, то не стоит их тратить на запчасти, а лучше купить более мощную машину. На самой трассе напрочь забудьте про все правила. Стреляйте побольше ракетами и ставьте мины, чтобы прийти первым. Как говорится, для достижения цели все средства хороши. Так пользуйтесь ими. Кроме денег вы получаете также и очки, которые просто необходимы для перелета на другую планету. Присутствует и система паролей, в которой запоминается буквально все, начиная с машины и кончая последним долларом. Также не забывайте, что противники тоже получают деньги и усовершенствуют свои машины. Так что, наварившись на очередной планете, советую сразу прилетать на следующую. Возможность играть вдвоем, полный эффект присутствия, незабываемая стряска, плюс к тому классная графика и просто обалденное звуковое сопровождение. Это рок-н-ролл рейсинг. А сейчас наступило время подвести итоги третьей викторины. Песен пришло много, и правильных ответов тоже оказалось очень много. Но точнее всех ответил на все вопросы только один человек. Имя его Шестаков Андрей. Андрей, я тебя поздравляю и предлагаю прийти в эту среду в ДКМ на чемпионат Дэнди для вручения грамоты победителя третьей викторины. А для других сообщаю. что сегодня будет уже четвертая викторина. Не пропустите. Несколько лет назад одна американская книжная компания Фаза, не подозревая о феноменальном успехе, начала воспускать книги из серии Баттлтэч. Вскоре вышла игра на Sega Mega Drive с аналогичным названием. Теперь эта игра есть и на Super Nintendo, но называется она MechWarrior. 3050 год. Добро пожаловать в тридцать первый век. Век, где самым совершенным оружием убийства являются боевые роботы. Многотонные машины, способные нести на себе огромное количество оружия. И ничто не способно противостоять им на поле боя. 3050 год. Внутренняя сфера подвергается постоянным нападениям кланов. Границы непостоянные. Захвачены и разорены многие планеты. Большинство лучших воинов посылают нести службу на приграничных звездах. Так случилось и с вами. Приблизившись к заданной цели и, войдя в атмосферу, ваш корабль подвергается нападению и взвод срочно катапультируется. Приземлившись, вы обнаруживаете, что остались один среди огромного количества врагов. Но задание есть задание. И со вздохом, сжав рукоятку управления, вы направляетесь вперед. Сразу же на вас набрасывается полчища противников с одной единственной мыслью разобрать вашего робота и сдать на металлолом. Они, то есть противники, бывают самые разнообразные. От людей с бластерами и джипов до танков, вертолетов и самолетов. Ну и, конечно же, встречаются и вражеские боевые роботы. Убить их почти так же сложно, как и вас. Если в первом уровне это 20-тонный страус, то в последнем это уже 90-тонный тандерболт с огромным количеством брони. Действовать придется во всех уголках планеты. Во льдах, в горах, на равнинах, в джунглях, в пустыне. Да, как говорится, жизнь не сахар. Да еще начальство донимает выполнить то, выполнить все, то базу пошли громить, то радары уничтожать, а то и вовсе прикажут забрать плутоневые взрывчатки. Да еще предупредят беги быстро, а не то взрывчатку выбахнет через 20 секунд, а потом собирает твоего робота. А сами сидят на другой планете и говорят, как лучше сделать. Повезло еще, что перед каждым уровнем позволяют выбирать оружие. Но правда, не очень много. Всего три вида из девяти. также нельзя заметить легчайшее управление. Робот слушается даже маленького нажатия джойстика. Очень впечатляет музыка и звуки. Великолепны все саундтреки в игре, а также голос диктора, сообщающего, что ты, мол, перезарядил пулемет или трех робот на последнем издыхании. А графика... Графика просто обалденная. И дын даже трещинки на скалах. Да, программисты постарались на славу. И что мне больше всего нравится в Матч Вайвер, так это возможность играть вдвоем. Тогда один отвечает за движение робота, а другой управляет всеми оружиями. И можно смело сказать, что эта игра просто великолепна. И она найдет себе поклонников. Совершенная игрная система Супер Нинтендо. Только что вы узнали об игре, которая является техническим боевиком на Супер Нинтендо. Сейчас тоже пойдет речь о техническом боевике, но это уже совершенно другая игра с совершенно другим названием. Итак, Крейси Иван на Соне Плейстейшн. Сумасшедший Иван. Странное название для американской игры. Я так тоже думал, пока не включил ее. Опять называется Олещий идет про нас, про русских. Тут сразу все стало понятно. Оказывается, американцы считают всех наших с имени Иван сумасшедшими. Да, но я-то легся. Действие происходит в будущем. Практически все население бедствовало. Самым доходным бизнесом стала война. И многие люди, накопив немного денег и купив боевого робота, создают отряды наемников, которые предлагают свои услуги всем, кто заплатит. Как раз в один такой отряд им и попал советский суперсолдат по прозвищу Крейзи Иван. И действительно, он был поистине сумасшедшим. Брался за все опасные задания и выходил сухим из воды. Останется ли он жив на этот раз? Будет зависеть только от вас. Бинго! Субтитры создавал DimaTorzok Первый взгляд, прошенный на эту игру, позволяет определить жанр. Думообразная бродилка. Действительно, вид из глаз робота, но слово бродилка еще можно оспорить. Так как вашими основными противниками являются вражеские огромные роботы, для каждого нужно придумывать собственную тактику. Также во время боя нужны экономические вопросы, такие как выпустить ли весь боезапас во врага или оставить его на более мощного противника. После выполнения каждого уровня вы получаете немного денег и сможете отремонтировать шобота, купив ему дополнительное оружие, также бомбы или усовершенствовать ракеты. Причем денег на все не хватит, придется немножко подкопить. Где только не побывает Иван и в Саудовской Аравии, и в Японии, и в стране своей мечты Америка. Йоу, Америка! И в каждом уровне придется громить, громить и еще раз громить вражеские техники. И вскоре, когда никого не останется, ваша напарница сообщит вам о нахождении генератора энергии. Что с ним делать? Вы и сами догадаетесь. Где строить его? Где строить? И вот последние ракеты летят в цель, гигантский взрыв охватывает окрестности, и вы смотрите очередную заставку. Но время не ждет. Снова новое задание, снова бой. Но нам не привыкать. И напоследок хочется заметить, что в крейсе Иван можно играть вдвоем. Правда, только по сети. Я уверен, что эта игра является самым крутым имитатором боевого робота на Sony Play Street. А теперь традиционная рубрика Help. Сегодня, как всегда, секреты будут и для Сеги, и для Супер Нинтендо. На Сеги это будет любимейший Mortal Kombat 3 Ultimate, а на Супер Нинтендо Мех Вариор 3050. Бруталити Кулау XA-CZ-B XA-CZ-B-X Бруталити Саб-Зиро из второй части XA-XB-CC-ZZ-A-XA Мех Вариор 3050 Код во второй уровень 65C-8-1-6 Код в третий уровень B1-G-B-N-D Код в четвертый уровень F-S-P-R-N-G Код в пятый уровень Y-H-W-X-1-1 Ну вот, наша передача и подошла к концу. К какому концу? Мы же забыли задать традиционные три вопроса. Записывайте. Первый вопрос. Сколько осталось передвижения в игре Rock'n'Roll Racing на Sega Mega Drive? Вопрос второй. Какая любимая страна сумасшедшего Ивана? И вопрос третий. Есть ли команда Conquer на Sony PlayStation? Ответы да или нет? И на последующих парочку новостей. Новость первая. Что планета игр переезжает теперь в дом Дэнди? А новость вторая это то, что если вы купили картридж и он вам не понравился, то в течение 14 дней вы можете обменять его на любой другой, но по той же цене. Ну вот и все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok